Привет! Сегодня мы поговорим про медаль за отвагу Spearhead. Изучу мнение сайта AG.RU. Приступно короткий процесс ознакомления с медалью за отвагу Spearhead заканчивается одной единственной мыслью. А чтобы получилось доверие Electronic Arts создания оригинальной игры кудесникам из Яла, а не юным профи из 2015. И тут же проскальзывает ответ. Мог бы выйти феноменальный шедевр. Spearhead несет себе бодрый заряд удалой голливудщины в хорошем смысле этого слова. Сержант Джек Барнс с голосом Гэри Уолдмана, декламирующий стихи во время брифингов, умудрился попасть в самый зрелищный эпизод американской военной кампании. Высадка десантов в тылы немецких укреплений за день до преснопамятной пробежки по пляжам Нормандии отсылает зрителей прямиком к вышедшему недавно сериалу Band of Brothers. Тяжелый красный свет заливает внутренности железной птицы. Последняя проверка перед прыжком. We are happy, заглушая грохот, горланит капитан. Километром ниже фашистские зенитки заводят смертельная тратата. Барнс и компания в спешном порядке уваливаются из самолета навстречу опасности. Ушах свистит ветер, слева, справа, сверху вспыхивают трастеры, прошивающие насквозь обшивку стекло и всех, кто имел несчастье сидеть в воздушных транспортах. Бельгия, Орденский лес. Едва заслышал омерзительный высокочастотный свист, быстро меняющий тональность. Ныряем в кроншей, иначе нашим следующим действием будет нажатие кнопки лод. На несколько мгновений красивый лес с новогодней открытки превращается в жуткий калейдоскоп фонтанов, перемешанного с дерном снега и падающих деревьев, уничтожающий всех, кто своевременно не затаился в каком-нибудь укропе. Перебегая от укрытия к укрытию, Барнс ищет фельдшера. Возможно, и Скулап в униформе еще успеет спасти жизнь раненого капитана. Пяти минутами спустя Джек будет отражать наступление немцев и участвовать в зрелищной контратаке на полуразрушенный городок. Багрово-желтое солнце, проглядывающее сквозь свинцовую дымку облаков, удивительным образом гармонирует с мертвенно-бледной, почти черно-белой картинкой. Еще запоминается пламя, вырывающийся из двигателя избитого нами истребителя, когда он с ревом заходит на свою последнюю посадку, которую, кажется, только в Перл-Харборе показывали. Берлин, май 45-го. Русские одеты немного странно, но речь не вызывает сомнений. Писали тексты и озвучивали наши, родные. ППШ, конечно же, гадость и счета, зато Мосинская винтовка, попробуй коснеть фрица без оптики Джек, при должной сноровке утихомиривает пулеметные гнезда и хамоватых снайперов на счет раз. Именно тут начинаешь понимать, насколько сильно ошиба с 2015, лишив сингловиков возможности выглядывать из-за угла, и насколько грамотно поступила Яла, поставив украденную функцию на место. По улицам немецкой столицы раскатывают пантеры, их бока полыхают габаритными огнями, приглашая закрепить на борт чудище-фугас-липучку. Безжалостный и хлесткий дождь гасит Бекфорда в шнур. Но это не проблема, пока у нас есть из чего стрелять. На протяжении трех миссий в пресс-релизе маячит цифра 9, но ей верить не следует. Спирхет обрушивает на нас каскад впечатлений, не уступающий помощи более продолжительному в медали за отвагу. До безумия невменяемая погоня в зимнем лесу, двухминутный адреналиновый ад с оглушительными взрывами и зрелищными падениями хлипких сторожевых вышек и сорванными башнями как минимум полдюжины танков. Легкая и ненавязчивая прогулка по истерзанным бомбежкам Берлину в качестве командира Т-34. Расстрел фашистов из их же собственной зенитки, превращающей ближайшую рощуцу в скопление бурелома. И все это представьте себе за каких-нибудь 4 часа игрового времени. Когда символ закончится и нам продемонстрируют красный флаг над Рейхстагом, настанет пора взглянуть мультиплеер. Даже после глобально всеохватывающего Battlefield 19.42, 12 уровней Спирхет выглядит на ура. Новые карты компактные, что удивительно, вполне годятся для игры втроем или вчетвером. Уж поверьте, после аддона у вас отпадет всякое желание белить по красивым, огромным и совершенно бестолковым локациям оригинальной медали за отвагу в поисках спрятавшегося черт знает где Тельбера. Далее у нас выступает сайт VR Games. Медаль за отвагу Спирхет от Дон. Еще это называется Миссион Пак или Экспеншн Пак. Да неважно. Суть-то одна и та же. Думаю, Медал оф Хонор и Олета Солт, любителям хороших игр, в частности хороших стрелялок, представлять не надо. Очень приятный и кинематографичный экшен на тему Второй мировой. В дополнение к нему Спирхет вышло достаточно оперативно. Уже в конце ноября прошлого года игра появилась в продаже. В дополнение у товарищей из 2015 получилось хорошее. Хотел я написать в качестве вступительного слова и осекте. Созданием аддона занимались, как оказалось, не разработчики оригинальной игры, о подразделении Electronic Arts Лос-Анджелес. Дополнение действительно получилось очень качественным, кто бы сомневался. Я веников не вяжет. Видно, что сделано оно с душой и без халтуры. Только уже очень коротковато. Три новых миссии проходятся за 4-6 часов чистого времени. Движок не поменялся, отсюда свои плюсы и минусы. Модифицированный Quick 3 Engine подает приличного качества картинку и не слишком прожорлив. Но зато он уже далеко не первой свежести, и в этом движке все так же наличествуют стандартные баги 3D-движков, вроде пропадания полигонов, застревания в них и другие неприятные мелочи. Играть предстоит за сержанта Джека Бернца, человека явно высокоразвитого и культурного. Стихи декламируют. Волею судя, попавшую в европейскую мясорубку. Начинается наше военное развлечение с воздушного десанта в тыл немецких соединений в Нормандии. Аккуратно кануне высадки там основных сил. После окончания заварушки в глубоком тылу нам предстоит побегать по заснеженным просторам Бельгии. Поверьте мне, скучать там не придется. И наконец, вместе с русскими войсками, наконец-то вспомнили про СССР, провести финальную операцию в Берлине. Ура, комрады! Вот она, победа! В геймплее, как и в обычном, медали за отвагу, чертовски динамичен и разнопланов. Придется поработать как в одиночку, так и уложить не один десяток фрицев в компании боевых товарищей. Нам в лице сержанта дадут пострелять из зениток, пушки, грузовика прикрытия, стационарных пулеметов и даже крупных калибров. Но самое шикое это в конце игры посидеть одновременно за рулем и пушкой родного для нас, разумеется, а не Барнца Т-34. Оружие не претерпело сильных изменений. Мы встретим и старый добрый Томпсон, и МП-40. Однако стоит особо отметить возможность пострелять из родных стволов ППШ и Нагана Мосина. Погодные условия реализованы отменно. Снегопад, дождь, снежный ад, артобстрелы и ледовое побоище. Мертвенная красота, проблескивающего сквозь тучи солнца. Анимация движений радует глаз. Хватает и разнообразных скриптовых сценок, придающих происходящему большую жизненность. Порой те самые скрипты всю достоверность происходящего наоборот убивают нам в этом Порше. Дождь тушит зажженный фитиль бомбы. А фары грузовика буквально ослепляют Бернца, имевшего неосторожность подойти близко. Мелочи, да, но приятные. Со звуком Белла обстоят хорошо. Пашисты говорят на чистейшем немецком, русские на русском. Текст писали и озвучивали явно наши, так что никакой халтуры. Пули свистят, звуки взрывов прям таки вдавливают в кресло. Не заставляют покрепче сжать верную боевую подругу мышь. Замечательные эпические мелодии мы можем слышать хоть и на протяжении всей игры, зато всегда к месту. После прохождения игры, оно, как вы поняли, времени долго не займет. Самое время будет либо попробовать более высокий уровень сложности, учтите, однако, что даже на медиум местами бывает жарковато, либо засесть с друзьями в клуб. Как вариант, домашнюю рабочую локальную сеть. И продегустировать 12 новых многопользовательских блюд уровней для гурманов-игроманов. Хотя меня, честно говоря, мультиплеер Сперхед не особо впечатлил. Все-таки Quake 3 с Unreal Tournament 1003 для сетевых баталий лучше подходят. Теперь подошло время для разговора об отрицательных сторонах геймплея. Первый и главный минус – тотальная проскриптованность всего и вся, порой доходящая до идиотизма. Вот хотя бы такая сценка. Чистое поле стоит тройка солдат союзных сил и трое фашистов. Стоят они в метре друг от друга, не двигаются. Но лишь подойдет наш герой поближе, только приступит к незримую черту, бац, и солдаты оживают, начинается стрельба, беготня. Вторая сцена – балкон дома. Можно прождать под ним хоть вечность, ничего ровным счетом не произойдет. Но стоит войти в дом и подняться на второй этаж, как мы увидим, вражеского полковника, лихо подстреливающего с этого самого балкона по вашим боевым товарищам. Неужели так бы боялся Бернс? Третья сцена – артообстрел передовой. Выходишь из окопа на 10 сантиметров дальше дозволенного ты труп. Стоишь в полный рост в окопе, хоть бы хны, даже осколки нипочем. Кроме того, обстрел ведется просто поразительно точно. Все выстрелы попадают в цель, а именно в ваше бредное тело. Такие идиотские побегушки, попрыгушки, по окопам, почти такие же, если помните, были в простой медаль за отвагу, но там они выглядели немного логичнее, и в расстоянии было явно поменьше. И погода была куда более ясной. Надоедают и раздражают, особенно после очередного сейвен лод. И таких вот глупостей и несуразности, к сожалению, хватает. Про постоянные велюкие искусственные интеллекты я вообще молчу. Вражеский солдат, предпочитающий в ближнем бою не выпустить очередь в пузо супостату, а огреть его прикладом наверняка не в восторге от жизни, и хочет поскорее с ней расстаться, эффектно откинувшись назад и повалившись в красивой позе. Кстати, крови со времен медаль за отвагу не прибавилось, ее нет вообще. Но в целом мне понравилось. Ибо другого такого же качественного, кинематографичного, пусть и картонно скриптованного шутера на тему Второй Мировой я пока не видел. Впечатления от аддона большей частью положительные. Ребята из Яала поработали на славу. Никаким образом не запятнав в честь мундира 2015. И даже в чем-то улучшил достижение отцов создателей. Но трех, пусть даже интереснейших, миссий мало. Они проходятся на одном дыхании. Поэтому, получив удовольствие в спиртхед, приготовимся к ожиданию следующей части. На этом все. Вот такой вот коротенький обзор спиртхеда. Мое прохождение вы видите в углу экрана. Всем пока. До новых встреч.